Как одеться на первое свидание с девушкой? Всем привет! Вы на канале Ябардач, с вами я, Андрей Покатаев, и сегодня я расскажу вам о том, какой дресс-код подобрать на первое свидание с девушкой, чтобы произвести правильное впечатление. Само понятие дресс-код для первого свидания может показаться несколько нелепым. В конце концов, речь идет не о приеме на новую работу, не о церемонии вручения Нобелевской премии или официальном приеме в королевской семье. Однако, по утверждениям психологов, свидания с каждым годом все больше смахивают на формат собеседования, особенно для тех, кому немного за 30. Поэтому некоторые мужчины считают, что, одеваясь на свидание, надо демонстрировать все самое лучшее, что есть в вашем гардеробе. А другие говорят, что нужно быть самим собой и одеваться ровно так, как вы одеваетесь каждый день. Все верно. Подбирая лук на свидание, нужно держать в голове несколько правил. Вы должны понимать, какая за окном погода, куда вы идете, от этого будет зависеть ваш внешний вид. Если прогулка, то нужно одеться по погоде, в стиле спорт-кэжуал или надеть удобную обувь. Если это ресторан или театр, то наряд нужно подбирать более элегантный, в классическом стиле или стиле смерт-кэжуал. Выбирайте одежду, в которой вы будете чувствовать себя комфортно. Это очень важно. Итак, если вам интересна эта тема, жмите лайк, подписывайтесь на канал, и я перехожу к первому правилу. Итак, первое правило. Вы не знаете, какой образ идеального мужчины находится в голове у девушки. Поэтому, кроме традиционного в таких случаях совета быть самим собой, я предложу вам несколько вариантов. Практически беспроигрышным решением станет непарный спортивный пиджак. Вообще, пиджак — это универсальная вещь. Он идеально подойдет как для прогулки, так и для встречи в ресторане или похода в театр. Знайте, что пиджак подчеркивает вашу мужественность, поскольку это очень гендерно окрашенный предмет гардероба. Дополните образ джинсами или чиносами. Выглаженной рубашкой спокойных тонов, которую обязательно следует заправлять в брюки. Не перегружайте свой образ галстуком или бабочкой. Это будет выглядеть слишком официально или даже вычурно. Что касается обуви. На свидание не обязательно надевать исключительно классические туфли, особенно если вы в повседневной жизни эти туфли не носите. Возможно, лучше будут смотреться кроссовки, макосины или топсайдеры. Главное, чтобы обувь придавала вам уверенность в себе и чтобы вы в этой обуви чувствовали себя комфортно. Обувь нужно подбирать, исходя из места свидания и погодных условий. Обязательно добавьте в образ ремень в тон обуви. Такой образ легко можно менять в зависимости от погоды. В холодную погоду рубашку можно заменить водолазкой с высоким горлом и теплой обувью. В жару смело надевайте поло под пиджак и выбирайте более легкую обувь. Если у вас нет пиджака, не обечайтесь. Замените его кардиганом или другим трикотажем, жилетом на пуговицах или курткой. Это тоже будет смотреться отлично. Кстати, не забудьте предупредить свою девушку о месте свидания. Вашей спутнице тоже нужно подготовиться к этому важному событию. Второе правило. Очень короткое и простое. Лучше одеться скромно, но со вкусом, стильно и комфортно. Вам нужно показать достаток, но не кичливость. Скромность, но не прижимистость. Как и обещал, это правило простое и короткое. И, наконец, третье правило. Запомниться. Разумеется, вы сами должны произвести впечатление на девушку. Но с помощью одежды это впечатление можно многократно усилить, повысить вероятность остаться в ее сердце. Используйте свои фишки. Вспомните или придумайте свои имиджевые предметы, такие персональные фишки, которые всегда с вами или на вас. Эти фишки должны быть редкими или уникальными. Это могут быть, например, браслеты на руках, кулон на груди, бутоньерка, платок в кармане пиджака или ширинный платок шарф, необычные часы или даже запонки. И эти вещи должны быть уместны на свидание. Доставать вашу курительную трубку в кафе или приносить любимый кальян я не рекомендую. Лучше, чтобы это были именно ваши вещи, что-то близкое и приятное для вас, то, что вы используете или носите постоянно, и то, что вам приятно носить. Чем меньше фишек в одном образе, тем эффектнее эти фишки работают. Это та самая идея одной яркой, необычной, знаковой, акцентной детали. И в конце я хочу поблагодарить вас за вашу активность в комментариях. Мне очень приятно видеть, что мои видео приносят вам пользу. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если нет, то тоже поставьте лайк и напишите, что вам не понравилось в моем гайде. Ну а на этом у меня все. С вами был Андрей Покатаев. Вы на канале Ябродач. Пока!